По поручению президента нашей страны, начиная с января, медперсоналу начисляются ежемесячные специальные выплаты. В основном прибавка положена персоналу районных больниц, скорой помощи и работникам первичного звена. Власти уверены, что повышение выровнивает оплату труда врача в субъектах и поможет привлечь новых специалистов. В то же время фтизиатрия, наркология и психиатрия не входят в базовую программу обязательного медстрахования. И предложенная норма на них не действует. Поэтому правительство Хакайсии внесло в Верховный Совет закон о введении региональных выплат. Они установлены на уровне федеральных значений. Врачи районных больниц 29600, врачи, которые оказывают приличную медицинскую санитарность, то есть участковые врачи. Те, которые работают в стационаре, будут получать 23200. Медицинским сестрам поменьше, влачу. То есть мы такие же выплаты установим, как и в системе УМС. На президиуме вопрос нареканий не вызвал. В отличие от редактирования регламента регионального парламента. Группа депутатов настаивает на политической трибуне. А именно, в начале каждой сессии просит дать время представителям партии для выступлений на любую, по их мнению, актуальную тему. Коротенько, на каждого до двух минут. Все по закону. Инициатива оформлена поправкой. Она уже реализуется и активно работает в других субъектах Российской Федерации. Хакасия пока с этим вопросом немного тормозит. Я знаю, что многих депутатов смущает то, что сессия будет немного затянута во времени. Но наша поправка предполагает продлить ее всего лишь на полчаса. По сути, речь идет об открытом парламентском микрофоне. В ответ председатель Верховного Совета, прежде чем съязвить, напомнил, что главная задача депутатов – принимать законы, а не устраивать шоу. Механизм какой. Бардак будет в полном порядке. Нормально. Чтобы дезорганизовать работу любой сессии, это надо принять. Обязательно. К комиссии по регламенту поручено изучить вопрос. И если авторы не отзовут поправку, то решение по ней будет принимать сессия Верховного Совета 25 января.